Актуально В 2020 год по разным статьям, в том числе и из бюджета, было запланировано разных уровней более 70 миллионов рублей для решения вопросов повышения безопасности дорожного движения. Как я уже сказал, эта сфера деятельности взаимосвязана со многими параметрами нашей жизни. Здесь задействованы и жизни, деятельность физических лиц, водителей, транспортных средств. Для справки скажу, что на сегодняшний день на территории города Шадринска зарегистрировано в личное пользование более 23 тысяч легковых автомобилей. Если вы внимательно наблюдаете, за прошедшие 5 лет увеличилась система повышения, увеличение, будем говорить, количества транспортных средств транзитных. На сегодня большинство грузов, которые перевозили с железной дорогой, в былые годы перекочевало сегодня на большегрузный транспорт, который транзитом идет через муниципальное образование и соответствующим образом влияет на безопасность дорожного движения. В администрации города разработан план разгрузки транспортных средств по территории муниципального образования, но, к сожалению, финансовых средств не всегда хватает. И тот проект, который сегодня должен был разгрузить и большое количество транспорта перевезти на улицу Щеткина, он на сегодняшний день пока не реализован. В связи с тем, что аварийность и количество пострадавших на дорогах Российской Федерации, в том числе и на территории города Шадринска, ежегодно не уменьшается, принято решение высшестоящим руководством и буквально на прошлой неделе в наше постановление о составе комиссии внесено изменение, статус ее повышен. Сейчас комиссию по безопасности дорожного движения при администрации города Шадринска возглавляет глава города, глава администрации города Шадринска Алексей Геннадьевич Кокурин. Это говорит о том, что на сегодня статус этой комиссии должен быть повышен. Вопросы, которые ежемесячно на комиссии рассматриваются членами комиссии, должны стать краеугольным камнем для решения острой проблемы, понижения аварийности на дорогах и уменьшения травматизма среди населения. Какие же причины на сегодняшний день порождают и анализ показывает? Первое – это увеличение количества транспортных средств собственностью владельцев. Второе – самое страшное, что происходит сегодня – это правовой нигилизм всех участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. С принятием решения о повышении административной ответственности за, будем говорить, не пропуск пешеходов на пешеходных переходах, на сегодняшний день почему-то вдруг все пешеходы подумали, что все должны им уступать и могут вальяжно идти по улице на непешеходных переходах, разговаривать по телефону, еще кулаком грозить, а некоторые у нас, товарищи в кавычках, могут и палкой по багажнику постучать. Есть такие у нас. То есть такие случаи сегодня в комиссии разбираются, и на сегодняшний день они, в принципе, не красят участников дорожного движения. Для статистики приведу, что нашим отделом ведется мониторинг участия, будем говорить, участников дорожного движения. На сегодняшний день, к сожалению, не все структуры срабатывают оперативно. Мы посчитали, что у нас на территории города Шадринска официально-неофициально работает в вечернее время около 600 легковых такси, так называемые бомбилы. Вот последнее совещание, которое было проведено на областном уровне, вот здесь, в этом зале, показало о том, что более только 100 человек у нас имеют разрешение, индивидуальных предпринимателей, ну, 130 где-то так, из 600. Остальные все ездят нелегально. То есть, соответственно, гарантии безопасности перевозки пассажиров на сегодняшний день от этих перевозчиков, так называемых бомбил, просто-напросто нет. Почему заостряю на этом внимание? Потому что мы с вами, ну, не здесь сидящие, а вообще население города, если востребована такой незаконной услугой, то она и будет и дальше процветать. То есть люди становятся заложниками того, что садятся в машину не оборудованную, не прошедший технический осмотр, не имеющий разрешения на этот вид деятельности. Вот вчерашний пример, если вы смотрели программу вечернюю в Челябинске, перегруженная газель сбила ограждение и с 10 пассажирами упала в МИАС, провалилась под лед. То есть это страшное событие. Наверное, у нас в Шадринске таких событий пока нет, но в принципе, если так дальше будет продолжаться, то на сегодняшний день может быть вот такая штука. Что запланировано? Запланировано сегодня очень многое. По инициативе комиссии по безопасности дорожного движения запланировано на опасных участках установка в перспективе с наступлением теплоты искусственных барьеров. Потому что доходит до того, что у нас буквально недавний случай, прямо у нас здесь вот на площади была сбита сотрудница нашего отдела образования. Дальше был сбит около поликлиники у нас на улице Михайловской заместитель главного врача на пешеходном переходе. Это говорит о том, что сегодня существует, будем говорить, правовой нигилизм и отсутствие чувства ответственности. Невзирая на то, что органы ГИБДД на сегодняшний день предпринимают все усилия к тому, что на сегодняшний день можно сделать. И вплоть до применения эвакуаторов, которые были, но люди, которые садятся за руль или случайно получившие права, становятся под запрещенные знаки. У нас на сегодняшний день, к сожалению, развита система, мы с ней боремся. И буквально вот вы недавно видели по телевидению передачу по нашему о том, что люди не то, что не способствуют этому вопросу, а наоборот, варварски относятся к знакам, воруют их, ломают, сгибают. Мы перед днем города провели большую работу по изготовлению за счет собственников, перевозчиков, указателей, красивых указателей, которые на остановках сегодня желтого цвета. И, к сожалению, констатируем, вот передача эта показана, не знаю по какой причине, уже порядка шести этих указателей варварски изогнуто, оторвано. Даже на остановочном комплексе околорайонной больницы, я не знаю, как так могло случиться, болгарка спилен этот знак с рамкой. То есть это умышленное нанесение вреда тем знакам, которые на сегодняшний день мы за счет бюджета устанавливаем, за счет собственников устанавливаем. И таким образом имеем вот мы картину, все-таки за этим делом люди стоят не просто так, а те, кто отвечать должен за это дело. Есть статья в административном кодексе, я думаю, наверное, ее на начало уже надо применять было. Об ответственности за уничтожение или нанесение вреда, будем говорить, вот этим дорожным знаком. Нарастание количества, одна из причин нарастания количества молодых водителей. Вы очень много видите, что появляется на трассах очень много автомобилей, крутых внедорожников, на которых сзади знак туфелька, восклицательный знак. То есть эти люди сегодня не утруждают себя, в том числе и наши прекрасные дамы. Купив миллионник или за полтора миллиона, они утруждают себя заехать на газон, заехать на тротуар. Есть и среди них и наши сотрудники. Сегодня решением и постановлением главы города отделу регулирования ценных тарифов приданы полномочия о составлении протоколов за незаконную парковку на детских площадках, на газонах, на тротуарах. То есть этот способ будем мы использовать и в ближайшее время, то есть эта работа, так сказать, будет нарастать. Хорошую и большую помощь администрации города и нашему отделу в реализации программы повышения безопасности дорожного движения оказывают средства массовой информации. Они буквально каждый раз откликаются на наши просьбы, готовят передачи, размещают информацию. Достаточно привести пример. Осенью мы показывали сюжет совместно с органами ГИБДД по вопросам уничтожения знаков «Осторожно, дети!». То есть я считаю, что это варварство, когда люди уничтожают или воруют вот эти знаки. Сейчас у нас есть информация, что запрещающие круглые знаки уничтожаются для того, чтобы подпольно изготавливать адресные знаки, которые вот красивые такие, круглые, которые на сегодняшний день. То есть при такой получении информации, подтверждения, мы будем направлять эту информацию в соответствующие правоохранительные органы. Что нужно сказать? При решении вопроса повышения безопасности дорожного движения, хорошую помощь оказывают спонсоры, наши предприниматели. Но она недостаточно, поэтому запланированное мероприятие на 2012 год, по 70 миллионам рублей, 4,5 миллиона. Так эта программа оказалась на сегодняшний день по состоянию, на сегодняшний день, Алексей Игоревич, нереализованной. Ряд мероприятий, которые запланированы были, они просто физически уже выполнены, не могут быть. Надо отдать должное, что с улучшением дорожного покрытия реализовано 63 миллиона на эту программу, в том числе и внутри доровые территории на сегодняшний день улучшались. Но, к сожалению, оно в некоторых ситуациях имеет отрицательный эффект. То есть достаточно привести пример с теми дорожно-транспортными происшествиями, авариями, которые у нас здесь мотоциклисты разбились. То есть люди начинают в ночное время упражняться в гонках. Это не очень хорошее дело, поэтому в этой части мы планируем и будем предлагать все-таки реанимировать те видеокамеры, которые стоят у нас на площади для фиксации в режиме онлайн. Мы планируем и будем просить, чтобы нам была оборудована система GLONASS GPS, для того, чтобы, так сказать, можно было контроль за перевозчиками устанавливать. Потому что сегодня коммерция, к сожалению, не улучшает безопасность дорожного движения при перевозке пассажиров. Почему говорю? Перевод организаций, которые участвуют в перевозках пассажиров, на систему доходности заставляет их за выручкой гонять. И гонка между, так сказать, автобусами. Нарушается расписание, нарушаются маршруты. И будем говорить так, что сегодня у нас потихоньку уходит в небытие государственное бывшее предприятие акционерного общества «Автоколонна». Мы вынуждены совместно, так сказать, благодаря помощи первого заместителя, главы города Алексея Геннадьевича, постоянно латать дыры. Они каждый месяц бросают по одному или два маршрута. Сейчас вот намечается, что собираются они уступить опять шестой маршрут. Но мы для подстраховки предлагаем новые варианты. И у нас буквально в тестовом режиме сейчас вот запущен новый маршрут номер 23. Это «Жемчужина за Уралья» электродный завод. Он каким-то образом скрашивает и разгружает пассажиропоток, тот, который у нас выпадал бы из маршрута номер 6. Очень большие сложности у нас были с Бакалдой, потому что автоколонна седьмой маршрут бросила. С пятнадцатым маршрутом, который северный поселок замыкает, вот тот там жилой микромассив. Поэтому мы буквально в прошлом месяце вынуждены были внести изменения в маршрут номер 16, завести маршрут номер 16А, сделать его кольцевым для того, чтобы охватить северную часть вот этого северного поселка, для того, чтобы пассажиров вывезти. Ну то есть вы помните, тот маршрут, который мы накануне выборов открывали под эгидой «Единой России», он состоялся, стал востребованным. И в этом вопросе, кстати, на этих маршрутах нарушения правил дорожного движения и аварийности на этих маршрутах пока нет. В заключении хотелось бы сказать, что безопасность дорожного движения зависит еще и от руководителей. У нас на сегодняшний день, надо сказать спасибо руководителю спецавтотранса, центральная часть после таких вот, будем говорить, больших снегопадов расчищается. Но, к сожалению, остальные 40 улиц у нас до начала движения автобусных маршрутов, которых 6 часов начинают, так и не стронулось с места. Я каждый день еду из Красномылья сюда на работу и вижу, когда работают сегодня дорожники или не работают. Они выходят не раньше, чем в 9 часов. Скорее всего, эту проблему нужно разрешать, потому что от этого тоже зависит жизнь и безопасность, так сказать, нашего населения и перевозчиков. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества. Обеспечение доступности жилья для населения с учетом существующих стандартов обеспечения жилыми помещениями. В рамках реализации программы «Национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на территории города Шадринска на 1 декабря 2012 года проделана следующая работа. В городе Шадринске введено в эксплуатацию 18 133 квадратных метра жилья. В том числе 10 671 квадратный метр – это индивидуальное жилищное строительство. 3 947,6 квадратных метров жилья. 120-квартирный жилой дом по улице Проектной 2, корпус 1. 2 15-квартирный жилой дом по улице Чапаева 48, корпуса 2 и 3 для детей-сирот общей площадью 909,6 квадратных метров. 12-квартирный жилой дом по улице Чапаева 48, корпус 4, 481,8 квадратных метров. 36-квартирный жилой дом по улице Автомобилистов 40, корпус 3, 2 122,8 квадратных метров. По программе «Молодой семье доступное жилье» на 2010-2012 годы комитетом по молодежной политике ежедневно ведется прием молодых семей. За 11 месяцев 2012 года проконсультировано 924 молодых семьи по подпрограмме обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы жилища на 2011-2015 годы. Из них 264 семьи жилищным отделом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Шадринска поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении в общий список очередности. В рамках реализации подпрограммы обеспечения жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 годов целевой программы Курганской области приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» 10 сентября 2012 года 9 семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 4,398,000 рублей. Одна семья получила свидетельство за 2011 год на сумму 676,000 рублей. На 1 декабря 2012 года три молодые семьи приобрели благоустроенные квартиры, реализовали полученное свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на общую сумму 1,466,010 рублей 785 молодых семей. По муниципальной программе переселения жителей города Шадринска из аварийного жилищного фонда в 2010 году, утвержденной постановлением администрации города Шадринска, выполнено строительство 120-ти квартирного жилого дома по улице Проектной 2, корпус 1 общей площадью 3947,6 квадратных метров. Комитетом по управлению муниципальным имуществом, собственниками сносимых договоров, квартир заключены договоры. Мены это 83 во вновь построенном доме. Нанимателям сносимых квартир выданы договоры социального найма в количестве 20 договоров. На 1 декабря 2012 года переданы гражданам по актам приема-передачи 116 квартир из 120. С остальными гражданами ведется работа по оформлению документов на предоставляемые квартиры. Постановлением администрации города Шадринска утверждена муниципально-адресная программа переселения жителей города Шадринска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малотажного жилищного строительства до 2012 года. Под программу 2011 года включено 24 аварийных многоквартирных дома с общей площадью аварийных помещений 4776 квадратных метров. Подлежит переселению 336 человек. На реализацию программы выделены средства в сумме 155 миллионов 700 тысяч рублей. Постановлением администрации города Шадринска также утверждена муниципально-адресная программа переселения жителей города Шадринска из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малотажного жилищного строительства в 2012 году. В программу включено 3 аварийных многоквартирных дома, подлежащих сносу и отселению, где проживает 96 граждан. Общая площадь аварийных помещений составляет 1151 метр квадратный. На реализацию данной под программу выделено 49 миллионов рублей. По вышеперечисленным программам переселения 2011-2012 годов ведется строительство семи трехэтажных многоквартирных жилых дома по улице автомобилистов. По программе 2011 года на сегодняшний день заключено 24 муниципальных контракта с обществом с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» на приобретение 51 квартиры. По программе 2012 года заключено 2 муниципальных контракта на приобретение двух квартир. Комитетом по управлению муниципальным имуществом проводится работа по формированию земельных участков под жилищное строительство для предоставления их собственности или в аренду, в том числе для предоставления их собственности бесплатно для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей. Приведена работа по формированию земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства в городе Шадринске по улице Новаторов площадью 24 тыс. кв. метров, 132 земельных участка для индивидуального жилищного строительства в городе Шадринске с целью предоставления их гражданам, имеющих трех и более детей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. В настоящее время ведется работа по формированию следующих земельных участков. Это земельный участок для малотажного жилищного строительства по улице Мира в районе жилого дома 31, 358 земельных участков для жилищного строительства в городе Шадринске в восточной улице Тюменской на основании утвержденного проекта детальной планировки района усадебной застройки северо-восточной части города Шадринска. Организацией ООО «Техстройсервис» выполняется проект планировки в границах улиц Промышленная, Черемисина, Автомобилистов, Проектная. Отделам архитектуры и градостроительства выданы 112 разрешений на строительство и реконструкцию жилых домов, 26 разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. Постановлением правительства Курганской области внесены изменения в целевую программу Курганской области «Чистая вода» на 2009-2013 годы. Включено финансирование объекта расширения и реконструкции канализационных очистных сооружений в городе Шадринске производительностью 30 тысяч метров кубических в сутки. На продолжение строительства объекта в 2012 году запланированы средства в размере 50 миллионов рублей, в том числе 40 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Развитие системы водоснабжения также очень имеет большое значение в городе Шадринске. Для обеспечения водой жителей северо-западного микрорайона по улице по Мальцевскому тракту и Шадринского детского дома-интерната выполнено мероприятие по строительству трех скважин. В подрядной организации ДОН ведется строительство объекта резервуара и запаса воды с насосной станцией на 2012 год предусмотренным бюджетом и будут освоены в полном объеме 10 миллионов рублей. Вот это все, что мы выполнили по этой программе.